вечер добрый дорогие братья и сестры сейчас немножечко подождем пока сразу не смог выйти какой-то сбой был технический если у меня нормально все видно слышно будьте добры напишите или поставьте лайк чтобы я смог сразу сориентироваться все ли нормально все ли хорошо потому что на данный момент у меня почему-то только черная картинка показывает напишите пожалуйста слышно видно или поставьте лайк чтобы не сориентироваться у меня немножко был технический сбой я не мог выйти сразу сейчас показывать или нет здравствуйте я так понял что все показывает да ну что мои дорогие братья и сестры начнем с вами общаться эта неделя у нас по самарянине называется это я ирина я очень рад да у нас приближается 9 мая день победы ну раз уже мы одни победы заговорили то наверное тогда и вспомню такой интересный факт что в сорок пятом году пасха пришлась на день памяти в том числе георгия победоноса как сегодня сегодня конечно пасхи нет но еще идут пасхальные дни отдай до отдание пасхи у нас уже при половине было а вот отдание пасхи не было вот конечно очень значимо было в то время что пришла пасха торжество но души праздников праздник все обращались к войну георгия победоноса что сегодня мы когда читали молитву к георгия победоноса мы также читали молитву в молитве читали что огради нашу отчизну от рак видневых и невидимых вот поэтому это очень символично так вы тоже заболели простуда да немножко подпростыл кондиционер машине я так думаю как бы на эти все дела очень ведомость скажем так ну давайте относительно недели это сегодня мы читали евангелие от иоанна евангелие очень такое интересно господи за пожелание с доброго здравия значит интересно приходит господь колодцем якова и оставляет его ученики идут в город чтобы купить брашно то есть еду в это время приходится морянка и господь дай мне напиться ну ведь как же ты можешь у меня просить напиться воды если мы в таком презрении у жидови то есть у евреев хотя и те принципе евреи но в чем проблема то в том что они немножко уклонились от почитания бога сделали себе храм который храм скажем так и иудеи не признавали только храм соломона в иерусалиме говоришь там только можно молиться господу ну и она спрашивает как же ты можешь просить меня напиться он говорит если бы ты знала кто просит у тебя напиться то сама бы просила у меня потому что я могу дать такую воду от которой ты больше жаждать не будешь но она не понимает о какой воде идет речь она говорит ну дай мне напиться он говорит от моей воды ты не только не будешь жаждать но может обрести живот вечный то есть господь говорит о том что он является источник его слова она рассуждает еще материальным таким моментом ведь это очень тяжелый был подвиг когда женщина приходила к колодцу это длинный путь это сам водонос очень тяжелый на самом деле был плюс вода в нем и она рассуждает что ну вот раз он он мне даст воды мне больше не нужно будет сюда приходить то есть такой момент выгоды какой-то вот ну и господь и говорит ну ты сначала приведи мужа своего но это у меня нет мужа быть правильно отвечаешь и тот который сейчас у тебя муж он не муж тебе и пять мужей ты имела но и все они те не мужья то есть немножко подчеркивает и грех не обличает но подчеркивает и вот интересный момент есть сегодня такое наименование гражданский брак не тот который в зааксе в законе на такой брак церковь уважает именно брак такого сожительства и вот господь и укоряет это снять являя сегодня подчеркивает момент что это не нормально когда не в союзе перед государством тем паче перед богом в союзе брака церковного брака семья живет это не нормально это грешно вот и он говорит она верни выгодит вижу что ты пророк и она и бежит город ну вот еще момент я дополню дангр это где нужно будет молиться можно ли будет в горе господь играть везде можно будет придут времена что везде можно будет молиться пошли бог есть дух вот и везде где благовейно с таким трепетом помолися как везде ты у тебя господь услышит и примет твою молитву как мы можем сегодня это на это посмотреть то есть у нас много храмов не только храм господний в иерусалиме но в том числе везде и много храмов и строится еще и да бог чтобы они были наполнены вот вот то есть вот господь немножко уже пророчествует на будущее приходит ученики его и говорят вкушай мы принесли тебе брашна он где я уже сыт он говорит кто же тебя накормил и все у тебя нет еды я насытился исполняю волю отца моего то есть иногда вот вот выражение не всяким хлебом сыт человек я подчеркиваю тот момент что исполняя духовные какие-то моменты мы можем также утолить свою жажду жажду бога общения жажду добродетельной жизни ну вот может в какой-то мере и духовной так сейчас сразу параллельно будем смотреть мир благ по себе господи храмов то много вот народ почему-то лишь по праздникам приходит ну зрение господь же не зря сказал много званых мало избранных и святых то людей миллиарды а святых на самом деле не так уж немного относительно этого количества прошу прощения здравствуй мир вам спасибо господи с миром принимаю вот и что дальше приходит народ и как мы читаем что несколько дней господь прибыл с этим народом около колодца и проповеду и в городе самом и много людей уверовало господа я был на том месте господь сподобие у колодца якова там скажем так еще и такое интересное чудо было что одного поскольку там арабы есть мусульмане одного иеромонаха убили там у этого колодца но что удивительно монашечка которая была как бы с этим монахом как послушница помощница она собрала кровь своим платком и как ни удивительно эта кровь благоухает интересно конечно такой факт ну мученик конечно за Христа ну вот еще что я хочу рассказать если позволите я расскажу притчу если хотите нажмите лайк чтобы я понял если нет то мы дальше пойдем очень интересная притча мне понравилась я сегодня на пропове ей говорил вот часто приходят спасибо господь хорошо конечно расскажу приходят часто говорят батюшка вот я тружусь а меня они не ценят как сотрудника или другой приходит и говорит зачем мне жить я никому не нужен женщин у меня нету найти я достойно не могу и вот интересная притча рассказываю притча называется кольцо один человек пришел к старцу и говорит старче в чем смысл жизни зачем я живу я никому не нужен научи меня как правильно относиться к людям как правильно жить на что старец говорит возьми мое кольцо и пойди сначала его продай на рынке а потом я тебе расскажу он берет это кольцо идет на рынок и предлагает всем торгашам один говорит я тебе дам там 15 как они называются бронзовых монет другой говорит 2 серебряные максимум наказ этого старца был что меньше одной золотой монеты не соглашайся вот он обошел весь рынок и никто ему не предлагает той цены которая ему нужна значит он возвращается к старцу говорит больше 2 серебряных монет нет никто мне не дает вот он говорит а ты нашел того кто достойно оценил этому это кольцо он говорит а кто кого мне надо найти он говорит ну пойди к ювелиру и узнай сколько он бы предложил за это кольцо он идет к ювелиру и ювелир ему говорит я тебе предлагаю за твое кольцо 50 золотых монет ну если срочно ну у меня сейчас нету ну вот 40 я тебе сразу могу отдать тот удивился тут 2 серебряника давали и больше не давали а тут он 50 монет золотых может дать он говорит мне нужно с хозяином посоветоваться и вот он идет хозяин говорит я удивлен ювелир сказал что 50 монет золотых может за него дать тогда старец горит ты нашел истинного ценителя этого кольца который знает ему цену кто же тебя достойно может оценить тот кто владеть жизнью тот кто дает жизнь это господь ты хочешь чтобы тебя ценили люди ты хочешь чтобы по достоинству они тебя наградили но они не главные ценители твоей жизни потому что они не давали тебе жизнь господь же любит тебя как бесценный дар как бесценный сосуд и он любит тебя и по достоинству тебя отблагодарит и наградит если ты будешь жить по божьему поэтому мы не должны ждать какой-то сугубой похвалы от людей потому что все наши добродетели все наши труды должны сводиться к прославлению господа а не себя я часто даже вот в наших эфирах там хвалят меня или других батюшек это конечно с одной стороны приятно но с другой стороны это достаточно опасно потому что батюшка тоже человек и он может как-то возгордиться соблазниться в первую очередь мы для чего ведем эти трансляции для чего наш проект существует чтобы прославить господа чтобы нашими трудами к чему призваны священники привести людей ко спасению ну давайте теперь наверное подвечаем на вопросы я надеюсь вам понравилась притча мне очень понравилась так дальше поправляюсь спасибо господи мамочка сказала что мама отказывается от операции только согласилась на облудование так немножко технический сбой позвонили мне по другому телефону остановилась что сердечко не остановилось слава богу что жива молитесь о ней напишите имя я тоже помолюсь вот так она не всегда получается жить по-божьему почему так да всегда получается жить по-божьему есть заповеди божьи ветхозаветные новозаветные заповеди которые нас учат и направляют ветхозаветные они нас ограничивают чтобы в чем мы не грешили да основных направлениях ну допустим мы о семье начали говорить да относительно ивановского чтения да не не любосотвори то есть не изменяй супруги люби ее цени а будешь любить тогда и она больше будет любить структива новозаветные заповеди блаженства так называемые они указывают что допустим блажение чистые сердцем богу узрят с чистотой его сердца мы быстрее придем ко господу и увидим его господин садам маленькую и тебе всего доброго отец в конце благословит на дорогу бог благословит батька как ты прихворал чуть-чуть что-то все слава богу батюшка грех прелюбодеяние к чему ведет к огромным проблемам вы знаете не так давно что-то у нас во-первых Малахов по России сейчас по-моему идет и там вот относительно изменен супруга и там такая круговерть и столько головной боли у людей появилось из-за этого греха и они уже не знают как с этим развязаться но вот с духовной стороны мы это можем понять как развиваться развязаться покаяние искренне от души просьба прощения у того человека которого ты обидел и всецело доказывать что хоть я и оступился я всецело буду дальше исправляться и показывать свою любовь тогда может быть тебе доверятся поверят и возобновиться в союз такого брака может даже и возродиться любовь в этом браке ведет он к погибели конечно почему хочу задать вопрос и понять почему Иисус Иисуса называют Богом он же не Бог а пророк это мусульмане называют его пророком ну мусульманство гораздо позже появилось в 7 веке опять-таки от Рождества Христова если мы берем также есть с сура Мариам если я не ошибаюсь там именно опять-таки как вот и в Библии мы читаем непорочное зачатие Богородицы если порок то как же она могла Духа Святаго зачать а не человека вот поэтому как бы Священное Писание в том числе Коран говорит о том что косвенно или прямо что Иисус Христос это Бог мы же безусловно Христа признаем как Сына Божия это многое можно свидетельствовать об этом Господь Христос говорит что кто видел меня тот видел и Отца также Отец о Нем свидетельствах во время крещения на водах Иорданских Си Сын Мой Возлюбленный о Нем же Благоволите то есть много-много в Евангелии можно привести к тому что Христос это Сын Божий да и хотя бы за что распяли Христа за то что он называл себя Сыном Божиим Звонили поэтому и сбой шел батюшка каковы ощущения на Святой Земле вы на Голгофе были был мне Господь сподобил три раза побывать там чудесным образом на самом деле два раза мне подарок делали эту поездку один раз мне наш дорогой владыка который благословил наш проект батюшка Лава батюшка Любовь возглавить паломническую группу с Москвы в Иерусалим каждый раз ощущения конечно были разные особенно мысли зачем ты здесь почему ты здесь но Господь открывает подсказывает и ты понимаешь и благодаришь сугубо Господа что Он сподобил тебя побывать на этих местах особенно в первую поездку когда это все в первый раз когда все это необычно конечно запоминающийся наверное если бы знать вот что для чего с духовной стороны туда ехать что ты можешь там увидеть и понять вы знаете никаких кредитов даже не жалко чтобы поехать туда мы берем в машины в кредит машины технику и пол жизни выплачиваем все это на самом деле все это с собой туда не заберешь на тот свет а вот прикоснуться к святыне этого много значит вы знаете самое запоминающиеся одно из первых для меня было когда мы пришли храм вознесения господня это маленькая такая часовенька внутри камушек как бы отпечаток слепка на камне господа и вот каждый прикладывается к этой стопочке и вот там он достаточно темненькая и наверху несколько окошек и когда я поднял глаза наверх в это окошко посмотреть откуда же свет все таки идет в этом окошке сидел голубь белый и он распустил расправил правильно бы сказать крылья и луч солнца как раз светил через это окошко то есть получается через голубя меня пробило я расплакался я вот сугубо ощутил любовь божию что он рядышком что он стоит он готов к тебя обнять только ты не всегда поворачивайся к нему лицом а чаще всего спиной своими грехами это стоит того никаких кредитов не жалко чтобы поехать ну а голгофа да это одно из трех мест гроба господня ну давайте дальше по себе поправимся с божьей помощью благословите Бог благословит Христос воскресе во истинном воскресе если у одинокой женщины есть мужчины тоже большой грех если у одной одинокой женщины есть мужчины ну мужчина должен быть один если на самом деле у вас не сожительство а любовь то нужно это все узаконить а не заниматься лицемерием при господом и людьми конечно это грех в этом обличать нельзя но призывать конечно нужно добрый вечер роман завтра рано встать и боялась то что не успею к вам успеете у нас жизнь длинная с божьей помощью все успеем с праздником всех да с праздником кто подключился с днем памяти Георгия Победоносца с малой пасхой с воскресеньем приближающим 9 мая батюшка чем ближе к богу тем больше искушений согласен как перестать бояться бесовских препятствий а их не нужно бояться с богом ничего не страшно и мы понимаем чем ближе к богу тем ты отдаляйся от лукавой и он начинает бороться за тебя но опять таки никто не говорил что к пулю богу с песнями и плясками он тернист но и великой награды господа получают те которые к нему идут доброе надо же как интересно не знаю что интересно ну надеюсь интересно здрасте батюшка скажите пожалуйста когда в этом году троица я вам сейчас быстро не скажу потому что троица она тоже передвигается ну в конце месяца у нас вознесение по моему семнадцатого а троица если не ошибаюсь двадцать восьмого ну нужно посмотреть по моему в конце месяца по моему если не ошибаюсь двадцать восемь или 27-го 27-го, скорее всего а Святого Духа 28-го она передвигается все, что связано с Пасхой, оно передвигается поэтому каждый год разная дата так, спасибо Господи, очень во славу Божию вопрос о том, как узаконить отношения в Церкви, потом в ЗАГСе сейчас у нас сначала мы узаконим в ЗАГСе а потом в Церкви объясню почему такое изменение стало много случаев батюшки сталкивались приходили на венчание повенчайте нас батюшку, он повенчал а через время приходило законной супругой как же вы их могли мужа моего повенчать, если он со мной расписан и таких часто случаев было поэтому и Патриарх сказал давайте сначала ЗАГС видите здесь свидетельствовал браки ксерокс и прошение на брак это люди должны исповедиться причащаться то есть не просто они захотели для галочки повенчаться с ними ведется беседа и тогда уже после этого их венчают чаще всего за месяц пишется запрошение откидки заполняются чтобы батюшка мог несколько раз с ними пообщаться потому что это один раз в жизни делается и навсегда ну скажем так желательно шубра жизни бывает конечно прости господи у людей по разному так и вас наступающим девятого двадцать восьмого троица двадцать седьмого ну да двадцать седьмого скорее всего троица а святого духа двадцать восьмого Патриарх приветствую приветствую так троица воскресенье да помолитесь за меня батюшка подкрепи вас господи Олечка так спасибо за ответ во славу Боже так воиск воскресенье так умения сплош у меня наверное сплошные неудачи болезней и неприятности можно исповедовать нужно исповедаться нужно помолитесь за меня Марина подкрепи вас господи знаете мне нравится спрашивайте пишите вопросы очень нравится такое как бы выражение говорит два человека встретили говорит у меня говорит сейчас какая-то черная полоса в жизни прошло время говорит ну держись пожелаю всего самого лучшего прошло время встречаются они и говорит ну что прошла один другого спрашивается прошла твоя черная полоса на что тот ему говорит ты знаешь мне кажется что то было белое поэтому по-разному бывает баишка если бог дал беременность 42 года а врачи говорят что опасно что делать я бы я не знаю как бы лично вас и вашу физиологию есть ли у вас серьезные заболевания какие-то но если в этом плане все хорошо то рожайте объясню почему перед моими глазами был интересный случай даже два расскажу значит первый это моя соседка она родила в 63 года подчеркну 63 года она родила второй случай это значит многодетная мамочка которая родила шесть шесть детей и беременна была еще одним ну вот как бы очередной и врачи говорят вы что у вас зубы уже посыпятся и вы не выдержите и тому подобное и она решила все равно рожать рождила как ни удивительно вы знаете вот это определенное чудо у него организм как обновился у нее все крепче стало волосы такие крепкие стали сначала выпадали а потом как будто новые стали отросли крепкие такие перестали выпадать лучше чувствовать себя стало то есть Господь вот в ее подвиге и подкрепил ее здравие обновил я бы так сказал ее здравие поэтому два интересных случая ну конечно вот 63 что соседка это конечно интересно так благодарю за такое свидетельство да это случаи которые у меня перед глазами были поэтому если у вас все со здоровьем благополучно то вы поражаете тем более если супруг вас любит и поддерживает тогда если бы не любил не поддерживал порой мы детей рожаем не для супруга а для себя потому что это наша радость наша надежда что мы вкладывая любовь своих детей получим благодарность и молитва от них что-то батюшка развелось батюшек развелось плюнуть некуда а вы не плюйте батюшку попадешь я очень рад что батюшек много лишь бы они пользу приносили они только думали о себе ну в нашем проекте много хороших батюшек сейчас вы видели что появился еще один священник в нашем проекте отец Сергий в ближайшее время я думаю на грядущей неделе он проведет трансляцию тоже интересный батюшка он такой позитивный хороший батюшка и мне он нравится ну а как я и обещал в ближайшее время батюшка у нас один о житии святых будет рассказывать это вот конкретно будет его направление такое он любит жития святых интересно такие факты находит которые не всегда прочитаешь я думаю вам тоже понравится еще один отец Сергий у нас отцов Сергий скоро будет больше чем Константинов шучу конечно так а как так спасибо вам за ответ дай вам спасибо господи а как батюшкой ого сейчас скоро телефон сядет а как батюшкой можно стать ну конечно быть прихожанином какого-то храма постепенно изучать церковно-славянский язык по возможности в алтарь попроситься если вы часто ходите в храм я думаю батюшка дозволит вам вот а потом этот батюшка напишет рекомендацию на поступление вам в семинарию и в семинарию окончив вас могут рукоположить в священнике есть у вас супруга а если в монашество примет то иромонах тоже священник только в монаш сначала диакон а потом уже первая ступень духовенства это диакон который может участвовать в танцах но их не совершает совершает только священник вот ну таким образом после семинария ваших молитв прошу владыка благословил я в этом году попытаюсь поступить в питерскую академию духовную может быть господью прайсу получится хотела бы послушать да а когда найду я когда найду во вторую найду вторую половинку когда тогда рожу во второго второго сына и назову ну подкрепи вас господи вторая половинка конечно много значит я вот если действительно так полоса черная как быть ну подумайте что она белая поэтому вы знаете есть замечательная песня песнопеяние песня слава богу за все послушать я вас рекомендую а также мне очень нравится от меня это было Серафима Вырецкого по-моему здесь в проекте я выкладывал посмотрите меня очень в свое время так отрезвило я сидел думаю да что ж такое все так плохо посмотрел я понял что за все слава богу вот хотите я вам еще одну притчу расскажу я плачу то что я не могу на двух сторон давайте я так вам отвечу я понял хорошо расскажу значит вы не переживайте что второй половинки вас пока нету может господь пока от вас отводит всякого ненужного человека плакать надо о своих грехах а не то что у вас нет пока головной боли потому что мужчина это взрослый ребенок которого тоже нужно воспитывать так ну давайте все мне 30 лет 30 лет это еще не возраст давайте я вам расскажу эту притчу тоже один юноша пришел к старцу ну не к старцу а к такому взрослому уже человеку у которого семья и говорит у меня нету говорит лада в семье я слышу что ты прям хорошо живешь у тебя все благополучие семье научи меня как правильно ну заходи он заходит садись и жену зовет супруга моя дорогая сделай нам хлеба испеки пожалуйста она ему отвечает да конечно любимая испекла хлеба говорит правда у нас последняя горсть муки осталась говорит все равно делай спекла на хлеб принесла этот хлеб он щепоточку откусил вкусный хлеб гостю дал говорит тоже мне понравился говорит а теперь отнеси это бедным людям говорит ты уверен да моя любимая я уверен и она отнесла нуждающимся пока она относила этот хлеб этот юноша спросил зачем же нужно было бедным отдавать он говорит пусть мы последний кусок хлеба спекли но у них и того нет говорит и ты попробуй так же иди домой приходит он домой супруга чем-то своим занимается по телефону разговаривает и он говорит дорогая спеки хлеба ты не видишь я занята я по телефону разговариваю с подругой ну пожалуйста спеки хлеба сейчас договорю и спеку она пошла на кухню и вместо хлеба спекла печенье принесла говорит я же тебя хлеба просил я спекла что хотела то и спекла то что мне проще ну хорошо дай я попробую он вкусил одну из печенья и говорит очень вкусно отнеси бедным он говорит зачем они мне нужны твои бедные я сама съем с чаем говорит ну хорошо как скажешь приходит он к этому мужу и говорит вот так вот так вот у меня я попытался но она сделала как хотела на что он ей говорит а когда ты последний раз что ты делал для него для нее что она просила у тебя это я не помню он говорит а что она любит она говорит очень когда вы начинали с ней встречаться что она очень любила она любила тюльпаны говорит ну подари ей тюльпаны тогда он пришел домой купил тюльпаны а супруга спала он не стал ее будить и тюльпаны положил рядом с ней чтобы она когда проснется увидела эти тюльпаны она проснулась а он тоже прилег и прикемаривал когда он проснулся вернее о чем он проснулся он проснулся от поцелуев как благодарность и с тех пор он понял счастье семьи в том когда ты его созидаешь а не когда только требуешь аминь так давайте почитаем что тут написали мне просто мобильный интернет поэтому пытается дозвониться и сбой происходит уж простите так дальше мужчина взрослый ребенок есть такое можно ли причащаться будучи замужем но не овенчанное нужно и каяться в том что еще не венчанном браке живете призывать с любовью супруга венчаться смугляночка это я а я так знаю папочка был как ребенок можно у меня папа 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 была самостоятельной все дела папа был самостоятельный так болел инсультом Валентина так 52 года милый какая милая история я очень рад что вам понравилось я вообще очень люблю притчи притчи это очень духовно нравственная история как скажете начать утро вы скажете начать утро без молитвы даже ученаж это уже начать день с греха Алексей не совсем понял вашу вопрос давайте по догадливости православный человек начинает свое утро идет умывается и становится на молитву ну по нужде если на нас ходит и становится на молитву чтобы не отвлекаться на другое читает утреннее правило оно занимает минут 10 ну если еще много там родственников мы еще там вспоминаем здравие и покоение их перечисляем есть молитвы в течение дня можем почитать акафист в зависимости от того послушания которое вам дал ваш духовник пройдя день мы читаем молитвы на сон грядущий вот так духовно молитвенно проходит наш день ну я еще бы к утренним молитвам прибавил бы молитву оптинских старцев очень хорошая молитва которая призывает нас не на самонадеяние а на пометование что на все воля Божия ну если мы глупость только свою не проявляем я чуть ли не заплакаю когда вы рассказывали притчу за душу берет да хорошая притча я очень люблю притчи я много их знаю я их читаю постоянно потому что через них много-многому научиться у них мудрость а нам очень мало не хватает мудрости мудрования у нас очень много а вот мудрости мало а Господь и говорит призывает нас будьте мудры как змеи но чисты как голуби поэтому нам доброй мудрости порой не хватает отчего чувства оставленности пустоты чажести чажести в душе от того что может мало делайте добродетели ведь не зря по-моему я сняшу бысян богослов говорит вера без добрых дел мертва есть когда мы свою веру подкрепляем то и подкрепляется наша душа и мы понимаем что наша душа наполняется любовью когда мы исповедь сопрещаемся Господь наполняет нашу душу благодатью любовью своей поэтому когда мы живем только материально и эгоистично тогда даже смысл жизни теряется а смысл жизни в Боге да дальше добрый вечер в христианстве и исламе один Бог или нет как вы думаете в исламе у них монотеизм у них только Аллах в православии троица святая единосущая нераздельная мы о ней можем прочитать в ветхом завете также и особенно в новом в нескольких местах допустим во время крещения явления троицы сына духа святаго в виде головы спускавшуюся на сына от отца и голос отца на небесах это сын мой возлюблен он же благоволих то есть его же слушайте когда господь возносился на небеса он призвал идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святаго духа то есть мы о троице в исламе они не признают троицу даже я думаю немножко недолюблива этот момент потому что считают что бог один а он у нас едино в трех лицах отец сын и дух святой добрый вечер встретила встречались ли вы с потусторонним ну наверное с потусторонним миром да сталкивались особенно когда отчетки там люди так беснуются что просто мурашки по телу одно дело человек психологически больной другое душевно больной психологию можно немножко медикаментозно подкорректировать потому что есть еще какие-то родовые моменты травм здесь уже больше медицина а вот в духовном плане частно бывают бесноватые мы много об этом и в евангелии можем прочитать из-за Марию Магдалину из нее же семь бесов и знал Господь и там много к Господу приводили батюшка чем отличаются бесноватые ну я в принципе уже ответил психологически человек больной допустим его можно и причастить он спокойно к кресту евангелию может отнестись как бы никак не отреагировать бесноватый человек сугубо бесноватый для него ладан крест евангелия это как какая-то казнь его порой несколько человек к этому ведут вот поэтому бывает отличается это ярко выражено иногда допустим я видел как один старин молился о человеке бесноватом который переиграв он отличается тем что у него разная реакция на святыни вот ну что мои родные наверное будем заканчивать у меня 7% осталось батарейки вам что божьей помощи на предстоящую неделю еще раз поздравляю с наступающим днем победы 9 мая царственным весна вечер покой вашим сродникам которые проливали кровь за нашу отчизну чтобы мы сегодня жили мирно в любви взаимопонимании надеюсь уроки истории мы с вами запомним учтем их чтобы в них больше не оступаться храни вас господь мои дорогие братья и сестры рад был с вами пообщаться так же как обычно буду в воскресенье в 8 вечера выходи следующее воскресенье ну и другие батюшки также выходят в эфир смотрите их тоже много полезного рассказывают храни вас господь с вами был священник Константин Мальцев руководитель проекта батюшка ла батюшка любовь мы говорим о любви в боге во христе между друг другом аминь